Пока мы Евочку ждем, мы не выдержали, стали рассматривать, чем мы купили. Да, вот эта пленочка. У нас терпежа не хватило до дома. Мы как дети, короче, все свои подарки рассматривали. Вот этот термос все-таки взяли. Там были такой глянцевый, это покрытие. Я специально выбрала вот с таким вот шершавым, чтобы оно не царапалось и не залапывалось. То есть такая пленка, когда вы укутаетесь в нее, то тело, то тепло, которое излучает, пленка не дает ему уходить. И поэтому вы согреваетесь. Ничего волшебного в этом нет. Простой физический принцип. Если поддеть свитерок, то вы вообще как в избушке будете. Так, что здесь? О, вот это штукенция, смотри. Тут написано, что как бы это солнечный душ. Многие, кто в Советском Союзе жили, знают. Допустим, мой сосед делал такую штуку. Он брал камеру от МАЗа. И к ней приваривал еще один сосок. И подключал один сосок к подаче воды, а другой сосок шел к душевой лейке. И эту камеру он закидывал наверх кабинки. Кран открыли, камера надулась, кран закрыли. Черная резина на солнце очень быстро нагревается. И вода. Это был хороший кипяток. Так что надо было еще разбавлять холодной водой. Вот смотрите, вот такого вот размера. В принципе, не маленький. Не маленький. Но 5 галлонов это сколько литров? Ну почти 20 литров. Ну 18. А вот 18 и 9 написано. 19 литров, хорошо. Налили воду, закрыли. Здесь краник. Да, и тут вот леечка, трубочка, крючочек с веревочкой. Леечка, трубочка, крючочек. Ой, так уменьшительно, ласкательно о подарках говоришь. О покупочках. Так, вот теперь нам это надо будет все упаковать. В поход пойдем. В чемодан. В горы пойдем. У нас нет палатки, палатку еще купим. Ну палатки, спальные мешки, карематы. Надо еще будет спортивную обувь. Сегодня мы все по мелочи купим. Спортивную обувь. Что это? Давай вот это одеяло посмотрим. Очень хочу посмотреть. Плотненько, да? Когда я ходил в походы, у нас таких штук не было. Так и у нас не было. Хотя, знаете, мы делали баню на леднике. У нас была пленка. И мы делали, мы брали растяжки от палаток. И эту пленку с помощью скотча и веревок делали такой, ну, параллепипед. Внутри под пленкой мы разогревали камни. Вот. И потом, когда камни нагреются, мы, вернее, сначала делали кострище. Потом, когда камни нагреются, мы это накрывали пленкой. Брали воду и на камне плескали. Вот этот пар под пленкой. Это была настоящая баня. Ну, покажи одеяльце. Одеяльце вот такое вот. Оно ничего не мягкое. Его можно использовать как тент над головой. Растянуть. Написано бланки, это одеяло, типа никакое, ну, не одеяло. Вот оно, да, можно как тент использовать. Можно просто вот так накрыться, да. Ну, типа того, что мы до этого показывали, да, блестяще. Да, ну, только это пополучнее. Этот потолще. Ну, хорошо. Он все равно пригодится. Холодными ночами. Так, палатку. Следующие покупки у нас в палатке. Палатка и спальные мешки. Так, здесь что? Здесь такая... А здесь плащ. Это просто плащ этот от дождя. Дождевик. Решили взять пока один. Дома распаковать, посмотреть. И если нам понравится, мы тогда еще таких два купим, потому что надо еще два. Ну, я купила еще обычный там взяла такой за... Ну, он такой мягкий. Это не пленка, а какой-то такой материал. Непромокаемый. Он не будет шелестеть, надоедать. Ну, зажигалки, зажигалки. Ты тормоз показала, да? Да, показала. Хорошо. Тогда... Что здесь у нас? Мы взяли точильный камень, потому что, если так получится, то... Когда пользуешься топором, или ножом, или мачете, это, ну, оно тупится. Это карты, про которые мы вам говорили. Мы их все-таки решили взять. Откроем. Нам нужно идти уже за Евой. Давай просто покажем. Ладно. Что мы еще взяли? Мы взяли вот такие вот... От укусов всяких москитов, снек, змей, и пчел. А это вот то, что... Тут есть такая штучка... Фильтр от воды, да? А для воды? Пакетик... С крышкой. Набрал типа воду. И там фильтр. Это шприц с трубочкой. Так, а как оно туда вкручивается? Значит, какой-то должен еще не пилечек быть. Вот. Значит, ага. Трубка сюда надевается. Трубка сюда надевается. То есть можно откачивать что-то. Походу она туда должна внутрь входить. Я вижу там какую-то резьбу и еще тонкую трубку. Ну, мы потом разберемся с этой штукой. Она, кстати, запаяна. Это не раскручивается, не разнимается. Ну, он как на определенное количество литров. И потом, конечно, все. Ну, собственно, и уж не будешь постоянно пользоваться. Он как раз для таких вот случаев, когда ты не можешь воспользоваться чистой водой. Когда мы подробно ознакомимся, мы еще скажем. Так. Вот это. Вот это. Что мы еще там на 170 долларов-то накупили? Ну, термосы, надо сказать, не дешевые. Да, термос вот этот классный, мне понравился. Вот этот термос нам может и дома сейчас, потому что... Я иногда думала, чем мне этот... Это нужно вот так. Вот так. Значит... Мне нужно шиповник где-то было завариваться. Там инструкция свернута в трубочку и резиночка стянута. Вот. Шиповник или, ну, просто там чай, или просто горячая вода. Ну, и так мы часто ездили. Я знаю, что мои родственники такие термосы часто используют, чтобы постоянно не кипятить чайник, потому что в деревнях газ дорогой, вот. А печку это, ну, муторно растапливать и потом чистить. Ты согрел один раз, залил, вот. И у тебя есть кипяток, ты можешь в любое время подойти и налить себе кружку. Угу, что там еще? Так, что там еще? О, вот сейчас мы пойдем Еву искать. Это компас. Да. Вчера мы смотрели фильм какой, Виталька? Он называется «На грани». Это старый фильм 1997 года с... Энтони Хопкинс. Энтони Хопкинсом и Аликом Болдуином. Классный фильм такой. Тоже они выживали. Он такой умный миллиардер-то был. Миллионер. Да. И как он делал компас из иголки, да? Да. Посмотрите фильм, очень классный. Ну, нам понравился, по крайней мере. Кто любит такие фильмы про экстренные, такие... В общем, фильмы про выживание в разных условиях. Все, побежали за Евочкой, Виталий. Все, всем пока-пока. Это все у нас, да? Да, вроде. Все. Закрыли, закрыли. Пока-пока, мы пошли за Евочкой. Так, это сюда. И не выкидываем. До свидания. До свидания. Бай-бай. Вот такую футболку Еве подарили в школе. С именами, кто учится, да? А это мисс Ева. Мисс Ева. Ха-ха-ха. Класс. Мне кажется, они сами рисовали себя, и вот так вот получилось. Нет, мы не рисовали. Не рисовали? Нет. Ну, ладно. Ева такая. А, не знаю. У нас такой вот на меня. Папа розовый рюкзак. Что с колешкой? Что? Она ехала и делала вот так. Бу-ду-ду. Хотя мы заказали S, размер S, но она велика. Вообще, как платье. Надо же. Вот такой американский размер S детский. Самый маленький. Это и есть платье? Да. Заказали самый маленький размер. Я еще думала между S и M. Может, думаю, M-ку заказать. Мы зашли в Костка. Вот такие. Посмотрите, какие огромные порции салатов. Короче, нам на троих вот этих два салата вполне наестся хватит. И здесь Костка самая вкусная. На наш взгляд, йогуртовое мороженое с ягодами. Настоящая клубника здесь. Прям настоящие ягоды. Очень вкусно. Ям. И вот с соусами это все идет дело. С курицей, с помидорками, с пекариками вкуснячей. И вот кусочек пиццы тоже. Все это на троих объезд. Кусочек пиццы? Это кусманища пицца? Ну. Здесь на троих мужиков хватит. Вряд ли. Я хочу сухачек. Можно? Можно зайчик, конечно. Вряд ли тут на троих мужиков хватит, потому что все Ева съест. Продолжение следует.